Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем утепление крыши 265 квадратных метров. Сейчас я нахожусь в одной из комнат, где мы делаем пароизоляционную пленку. У нас здесь уже практически работы по утеплению завершены. Идет последний этап, это монтаж пароизоляции и поддерживающая обрешетка. Сейчас вот вам по деталям буду показывать. Значит, идем с самого низу. Здесь у нас идет поддерживающая обрешетка, сухая строганная доска 100 на 20. 100 ширина, 20 толщина, примерно шагом 300 мм по осям. Она является поддерживающей обрешеткой для утеплителя. И также здесь вот можно будет проводить коммуникацию, например, электрическую гофру толщиной 16 мм. Саморезы мы используем торксы. Это конструкционные саморезы. Конкретно вот эта доска прикручена на саморез 5х70. 70 мм у него длина, 5 мм толщина. Соответственно, там, где мы прокручиваем, у нас используется специальный уплотнитель, который обжимает этот саморез и делает это место максимально таким герметичным. Также, если обратите внимание, здесь у нас тоже идет уплотнитель. Он закрывает полностью все скобы. Конструкция у нас получается максимально такая воздухонепроницаемая. Пароизоляционная пленка – это у нас Delta Reflex, специальная пароизоляция с рефлексным слоем на основе алюминия. То есть она, помимо того, что хорошо защищает конструкцию от пара, также она еще дополнительно сохраняет тепло за счет вот этого алюминиевого напыления. Все стыки пароизоляционной пленки также мы проклеиваем специальной лентой. В данном случае это у нас Delta Multiband. Здесь вот у нас идет, где прогон, такой средний прогон под стропила. Вот, мы специально стесываем краску для того, чтобы потом сюда нанести клей. Клей у нас Delta Tix VDR. Вот, и вот эту пароизоляционную пленку будем вот в это место приклеивать. Клей у нас… Ура, пойдем. Клей у нас уже мы проэкспериментировали. Вот на эту краску клей плохо ложится, поэтому нужно будет обязательно вот это вот счищать. И вот он уже приклеен идеально, держится очень хорошо. Вот это вот, видите, тут скобы. По старинным технологиям собиралась конструкция крыши. Стропильную систему делаем не мы. Вот, поэтому мы берем вот, чтобы нам сюда не вылезать, как-то вот это вот не огибать, мы берем пароизоляционную пленку и будем приклеивать немного ниже. Здесь вот мы устанавливали мансардные окна. Мансардное окно FAKR U4. Вот здесь вот, а не U5 даже, U5 окна. Двойной стеклопакет с энергоэффективной дистанционной рамкой. Очень крутые окна мансардные. Здесь вот наверху есть клапан специально вентиляционный. Вот, откосы мы делаем. Вот этот верхний откос у нас будет идти горизонтально, нижний откос будет идти вертикально. Здесь вот дизайнерское решение такое. Дизайнеры почему-то придумали окна установить именно вот так. Мы изначально хотели чуть выше его поднимать, это мансардное окно. Но с дизайнерами не поспоришь, поэтому у нас окно уходит немножко вот туда в глубину. Также вот если взять вот эти моменты, посмотреть, здесь тоже пароизоляционная пленка будет приклеиваться. Или, а, вы уже приклеили, да, ее? Да. Вот видно, что она уже приклеена здесь. Тоже этот Delta TX VDR. У тебя есть этот клей? Остался посмотреть, показать. Вот, кстати, саморезы, которые мы используем. 5 на 70. Такие конструкционные саморезы. Вот таким клеем мы приклеиваем пароизоляционную пленку. 8 погонных метров. Delta TX VDR на акриловой основе. Не содержит растворителей. Немцы, они думают о безопасности здоровья. Поэтому все внутренние вот эти вот клея, все внутренние комплектующие используются без растворителя. Вот так вот это выглядит. Здесь вот у нас идет вот эти вот ригеля. Ригеля мы обклеиваем специальной лентой Delta Flex Band. Чтобы у нас это место тоже было максимально таким герметичным. Если пройти в другие комнаты, посмотреть. Здесь вот три мансардных окна стоит. Здесь вот утеплитель Урса Тера. Вот этот утеплитель Урса Тера, скатная кровля. Это просто Урса Тера. Вот так это выглядит. Свети туда. Здесь в этой комнате тоже самое. Там снизу, видите, идет утеплитель. Для того, чтобы перекрывался Мурла, для того, чтобы перекрывали все мостики холода. Здесь у нас тоже вот идет пароизоляционная пленка частично так по потолку. Вот такой вот утеплитель. Плита в рулоне. Урса Тера плита в рулоне. Сразу толщиной 20 сантиметров. Но я его показывал. Если кто не смотрел, ссылку на ролик оставлю в описании. Вот такая вот большая плита. Здесь вот тоже самое. Идет последний этап. Монтаж пароизоляционной пленки. Здесь ригель, если обратите внимание, тоже мы его проклеили в флексбанду. Если здесь посмотреть. Сейчас мы сюда пролезем. Вот так вот проклеиваются у нас ригеля. Тут еще обрешетку не сделали. Сперва проклеиваем ригель. Потом делаем монтаж обрешетки. Место максимально такое герметическое. Здесь ребята тоже стещают. Посвети сюда, Урал. Счищают краску. Вот, чтобы можно было приклеить пароизоляционную пленку. Потом здесь будут утепляться откосы. Здесь откосы. Верхний откос будет утепляться. Окна у нас везде. В общей сложности 7 окон. У 5 окна у нас факра. Окна очень крутые. Тут тоже у нас. Посвети сюда. Здесь у нас идет утепление Мурлаты. Дальше снизу будет к этой отшикулатуренной стене будет приклеиваться пароизоляционная пленка. Свети на меня. Вот такой вот небольшой обзор по монтажу пароизоляционной пленки. Как мы делаем утепление. Утепление мансардной кровли. Последний этап. Это монтаж пароизоляции. Поддерживающая обрешетки сухой строганной доски. Если есть какие-то вопросы, замечания, критики или советы, то пишите в комментариях. Так, всем пока.